Плановая проверка, безналичные платежи и приятная надбавка. С декабря повышаются все виды пенсий. Насколько? Без клише. Председатель гор-исполкома встретился с молодыми специалистами. Горю Николаевичу удалось создать комфортную атмосферу для всех. Что заботит вчерашних студентов. Обратная сторона. Зима принесла опасные сюрпризы. Мы хотели поехать, и нас толкают. Кто-то толкает, и мы поехали в стол прямо. О чем стоит помнить? Как в сказке, в Бавруйске полным ходом идет подготовка к Новому году. На 90% уже готовы к запуску иллюминаций. Где появилась фотозона. Время очищения. У православных начался рождественский пост. Предполагает, конечно же, не только ограничение пищи. Прежде всего, заглянув в свою душу. Как провести этот период. Слово года. Экономия по-венгерски. И плюс 221% к чеку. Сколько денег потратили покупатели в Черную пятницу? Президент провел плановое совещание. На поездке дня военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии. Александр Лукашенко отметил, необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем. По словам главнокомандующего, все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи госграницы. А Украина под любым предлогом пытается втянуть войска стран НАТО в конфликт. Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но, тем не менее, мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить, ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем. Я всегда повторял и еще раз хочу сказать, уроки, уроки, уроки из того, что происходит по периметру нашей Беларуси. Извлекать уроки – важнейшая наша задача. В соответствии с поручениями президента, Минобороны определены, спланированы и выполняются первоочередные мероприятия подготовки к отражению агрессии. С марта в стране реализуются меры, направленные на повышение готовности вооруженных сил к реагированию на вызовы и угрозы военной безопасности. Импорт, замещающие производство, средняя пенсия и электронный знак. В Беларуси появилось мобильное приложение для проверки подлинности товаров. Чем еще полезна платформа? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. С декабря на 5% повышаются выплаты по возрасту за выслугу лет по инвалидности и по случаю потери кормильца. Трудовые пенсии за этот год увеличиваются уже в третий раз. Рост практически на четверть. Средняя теперь составит 670 рублей. Размер суммы зависит от стажа работы и различных надбавок. Более 70% военно обязанных белорусов прошли сверку учетных данных. На первом этапе плановая проверка проводилась на предприятиях, в организациях и по месту жительства. Сейчас начался второй. Сведения до конца месяца будут сверять уже в комиссариатах и сельских исполкомах. Нацбанк принял ряд новых правил. Теперь разрешено использовать картаматы для быстрой выдачи кредиток с истекшим сроком действия. В списке систем, через которые принимаются безналичные платежи, указаны только Белкарт, Мастеркарт и Виза. Китайская Юнион Пэй не упомянута. А распространять электронные средства могут только резиденты, которые заключили договор с компанией, выпускающей их. В Республике появилось мобильное приложение для проверки подлинности товаров. Бесплатный сервис «Электронный знак» моментально показывает всю необходимую информацию о продукции, тип и наименовании его состав, сроке хранения производителя и страну происхождения. Платформа также позволит определить, законно ли произведено интересующее покупателя изделие. В Беларуси создадут новое импортозамещающее производство по переработке какао-бобов. Предприятие полного цикла с инновационным оборудованием запустят на коммунарки. Общий объем инвестиций – 46 миллионов евро. Первые результаты ожидают через три года. Новинка позволит увеличить экспортный потенциал. Арендное жилье, льготный кредит и творческая реализация. Председатель Бобруйского горосполкома встретился с молодыми специалистами. Игорь Кисель провел открытую честную беседу. Отвечал на вопросы, задавал свои. Здесь же выступили спикеры из разных сфер и подняли самые важные темы, которые интересуют вчерашних студентов. К примеру, ребятам рассказали, что срок службы в армии засчитывается как отработка, в том числе и по контракту. Что касается льгот, Беларусьбанк готов предоставить кредит на пять лет на товары белорусского производства первой необходимости. Также есть возможность построить жилье. Мы хотели знать, как они живут, как они обустроились в нашем городе, как они работают на наших предприятиях и что их самое главное волнует. Очень тепло и уютно. Как-то так Игорю Николаевичу удалось создать комфортную атмосферу для всех. Присутствовало достаточное количество шуток, что разбавляло атмосферу. И ответы на вопросы, которые интересовали всех находящихся молодых специалистов в зале. Главное, на чем председатель акцентировал внимание, это предоставление арендного жилья, в том числе в новых домах, на самых выгодных условиях. В этом году в Бобруйск прибыло 600 молодых специалистов, больше трети с разных уголков страны. Это педагоги, медики, инженеры и экономисты. В Бобруйске активно развивается туризм. Наиболее востребованные направления – лечебно-здоровительное, религиозное, деловое и культурно-познавательное. Только в прошлом году город посетили свыше 26 тысяч человек. Каждый пятый – иностранец, как встречает гостей самый современный гостиничный комплекс – отель «Турист». Гостиничный комплекс «Турист» – визитная карточка Бобруйска. Он первый в Могилевской области по праву удостоен трех звезд. Сюда приезжают гости со всего мира. География посетителей более 40 стран. Из них 80% – россияне. Минувший год для отеля был успешным. По финансово-экономическим показателям занял первое место. Темп рост выручки по сравнению с 2021 годом составил 105%. Рентабельность продаж 2021 года – 3,7%, в 2022 году – 8%. Много сделано и модернизация, и улучшение материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов как в ресторане, так и на номерном фонде. Отель предлагает 154 номера разных категорий – от стандартных одноместных до трехкомнатных апартаментов. Каждая деталь интерьера подобрана с особой тщательностью. Великолепно продуманная рабочая и обеденная зона. Здесь есть все для полноценного отдыха и плодотворной работы. К услугам гостей – кондиционер, кабельное телевидение, прямая международная телефонная линия, Wi-Fi, сейф, фен и многое другое. Номер в отеле комфортный и уютный. Здесь можно воспользоваться услугами рум-сервиса и заказать еду или напитки прямо в апартаменты. Это быстро, удобно и, главное, вкусно. Услуга доступна с полудня до 10 вечера. Варстейк из лосося с овощами на гриле. Развитая инфраструктура отеля отвечает всем требованиям современного бизнеса. Конференц-зал и комната переговоров оснащены по последнему слову техники. Тут проходят форумы, пресс-конференции, презентации и семинары. Гордость гостиницы – изысканный банкетный зал на 120 человек. На днях его кардинально обновили. Ресторан – сочетание классики кулинарного искусства, уютного интерьера и живой музыки. Наш отель предлагает нашим гостям шведский стол. Это комплимент. Также в зале ресторана мы предлагаем гостям широчайший выбор холодных и горячих закусок. Меню постоянно обновляется. Сейчас буквально с первых чисел декабря мы вводим абсолютно новое меню. Любой посетитель может найти что-то для себя. Отель предлагает своим гостям широчайший перечень дополнительных услуг и разнообразных возможностей для отдыха. Боулинг, бильярд, тренажерный зал, финские сауны, смотровую и летнюю площадку ресторана. Спа-салон с медицинской лицензией. Здесь можно пройти комплекс оздоровительных, тонизирующих, расслабляющих и омолаживающих процедур. Оборудование самое современное. Мотель турист может предложить новогоднюю насыщенную театральную программу. Новогодняя ночь – это фейерверк, новогоднее меню и корпоративное меню. На новогоднюю ночь у нас уже бронируются активно россияне, итальянцы, чехи, которые отдыхали у нас в прошлом году. И им очень понравилось, они к нам вернулись. Увлекательно провести время и ознакомиться с достопримечательностями помогают специалисты туристического отдела. Пешие прогулки, обзорные экскурсии, медицинские и спортивные туры. Список постоянно обновляется. Сейчас разрабатывается новый маршрут «Шалом, мой друг» с живой еврейской музыкой, дегустацией национальных блюд и мастер-классами. Только в прошлом году Бобруйск посетили более 26 тысяч человек. Каждый пятый – иностранец. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Все те, кто служит правде и справедливости, принимают сегодня поздравления. Белорусские юристы отмечают свой профессиональный праздник. Это адвокаты, прокуроры, следователи и нотариусы, судьи и юрисконсульты. На этих людей возложена миссия по формированию правовой культуры и уважения к закону. Почему регистрация брака – это не просто штамп в паспорте? Что делать, если на парковке ударили дверью машину? И может ли взрослый родитель получать алименты от своих детей? Узнаем прямо сейчас. Ольга Владимировна, давайте наш разговор начнем с приятного. И разрешите вас от всей нашей команды телеканала «Бобруйск-360» поздравить с профессиональным праздником и пожелать, конечно, успеха в вашей далеко не самой простой работе. Спасибо большое за поздравление. Очень приятно, действительно, сотрудничаем с вами. Очень приятно, что вы нашли время и в преддверии такого праздника нас посетили. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к нашему интервью. И первый мой вопрос. Какие самые актуальные темы, которые сейчас интересуют белорусов? Давайте выделим топ-3. Наверное, топ-3. Первая самая актуальная тема – это разделы совместно нажитого имущества. То есть расторжение брака, разделы совместно нажитого имущества. Семейные споры – это, наверное, та категория, которая очень волнует наших граждан. Всегда актуальны вопросы, связанные с автомобилями, с транспортными средствами. Это как в случае дорожно-транспортных происшествий, так и какие-то вопросы, касающиеся их оформления, переоформления, причинения вреда. Ну и, конечно же, всегда актуальны вопросы, именно в сфере, лежащей в уголовно-правовой сфере. К сожалению, сейчас большая часть преступлений связана с незаконным оборотом наркотических средств, прекурсоров, психотропных веществ. Почему все-таки разделы имущества – самая больная тема? Какие ошибки совершают пары? И как решить опрос элементов без похода в суд? Очень объемный вопрос. Давайте начнем по порядку. Значит, раздел совместно нажитого имущества, он может происходить как до, так и после расторжения брака. И, к сожалению, вот этот момент, когда брак расторгается, когда семья распадается, эта ситуация, как правило, болезненная для одной и для второй стороны. И если супруги начинают делить совместно нажитое имущество в этот момент, то, конечно, эта ситуация является самой спорной. Совместно нажитым имуществом у нас является все имущество, приобретенное супругами в период брака. Неважно, на чье имя оно приобреталось, но есть исключения. Если имущество было подарено кому-то из супругов, то есть лично кому-то из супругов, либо унаследовано, то это имущество, оно не делится. Вы знаете, как правило, в последнее время чаще всего делят квартиры, приобретенные в период брака, приобретенные с использованием льготных кредитов и транспортные средства. И, наверное, чаще всего возникают вопросы по транспортным средствам. Очень распространена ситуация, когда один из супругов на ком автомобиле зарегистрирован, оформлен уже в период распада семьи, либо видя, что совместной жизни уже нет, этот автомобиль снимают с учета, не поставив в известность вторую половину, и продает его за бесценок, указывая в договоре незначительную сумму, либо дарит кому-то из близких. Вы представляете шок второй стороны, когда об этом становится известно, что, допустим, автомобиль переоформлен на маму, либо подарен брату. Очень болезненно на это реагируют супруги. И, как правило, это становится основанием для конфликта. Один из супругов говорит, да, я продал за 500 рублей, хочешь, я тебе 250 рублей отдам. Но мы-то с вами понимаем, что по закону это не так. Законодатель эти ситуации предусмотрел, и если такой случай возникает, то в законе указано, что разделу будет подлежать не денежные средства, указанные в договоре купли-продажи, а рыночная стоимость такого транспортного средства. С точки зрения закона, доли супругов равны. Не важно, что один из супругов занимался уходом за детьми, а второй супруг зарабатывал денежные средства, работал на трех работах. Доли супругов будут равны в этом случае, но на практике тот супруг, который больше финансово вкладывал в семью, считает, что он может претендовать на большее. И опять же, вот эта почва для развития конфликтов, хотя с точки зрения закона доли равны. Более того, если будет установлено, что один из супругов тратил деньги не в интересах семьи, либо есть какие-то заслуживающие внимания, интересы детей, детки болеют, либо какие-то другие нюансы, то доля того супруга, с кем остаются дети, либо кто фактически является потерпевшей стороной, может быть увеличена. Хорошо, а как можно решить вопрос с алиментами без суда? С алиментами без суда. Можно просто договориться. Очень часто наши граждане договариваются, и это никоим образом не материализуется о том, что, допустим, мужчина, если он уходит из семьи, ежемесячно платит, ну, из практики могу сказать, 400-500 рублей на одного-двоих детей, и, как правило, все хорошо. Но у таких устных договоренностей есть недостаток. Если она не соблюдается, то, конечно, понудить, исполнять без дальнейших каких-то действий невозможно. Поэтому, если не прибегать к помощи суда, то можно установить алименты, то есть их размер, способ, порядок их уплаты, либо в брачном договоре, либо в соглашении о детях, либо отдельно в соглашении об алиментах. Еще один момент, который в последнее время стал возникать. Как правило, если должник, платящий алименты, является индивидуальным предпринимателем, либо имеет нерегулярные зародки, то есть для граждан, которые работают в Российской Федерации, например, по договорам подряда, либо здесь являются индивидуальными предпринимателями. Сейчас очень широко распространена практика, когда алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, и соответствующие количеству базовых величин. Ну и вот в этом году меня относительно недавно удивилась ситуация. Я увидела судебное постановление, когда размер алиментов, взыскиваемых на ребенка с отца, составлял 48 базовых величин. Это более полутора тысяч белорусских рублей на одного ребенка. В начале нашего разговора вы упомянули о автомобилистах. Вот сейчас как раз они активизировались. Причина увеличилась авария. Да, действительно очень увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Плюс на парковках мало мест, возникают какие-то спорные ситуации, вплоть до того, что обнаруживают какие-то повреждения автомобилей и не могут остановить как. Давайте сразу определимся, что если вы обнаружили повреждения на своем автомобиле, можно не вызывать ГАИ только в том случае, если вы уверены, что не было ДТП. Припаркованный соседний автомобиль стоял, выходил водитель или пассажир, и дверка, и да, случайно дверка, и там поцарапал вашу дверку. Мы понимаем, что это не ДТП. Но если возникнет вопрос возмещения вреда, а как правило, такие ситуации у нас возникают, необходимо зафиксировать факт повреждения вашего имущества. Можно обратиться в правоохранительные органы, чтобы они выехали, чтобы была снята видеозапись. И потом все вопросы о возмещении вреда решаются в гражданском порядке. То есть будет назначена экспертиза, определенный размер ущерба. Будет выясняться, кто повредил. И это все соответствующим образом рассматривается. Единственное, что в связи с большим количеством дорожно-транспортных происшествий, хотелось бы напомнить, что вред, причиненный источником повышенной опасности, у нас автомобиль — это источник повышенной опасности, несет владелец источника повышенной опасности. Не водитель, который был за рулем, если это ваш близкий, вы попросили его подвезти, провести, а именно собственник, либо лицо, владеющее на законных основаниях. Если человек решил, что без юридической помощи никак, по каким критериям выбрать адвоката, и кому положена бесплатная юридическая консультация? Давайте сразу определимся, что есть такое понятие адвокат, а есть юрист. И мы с вами знаем, что юристы — это все, у кого есть юридическое образование. Юристов у нас много, адвокатов у нас намного меньше. Адвокаты — это отдельная категория юристов, которые могут представлять вас в суде, могут защищать вас в наследстве, которые соблюдают адвокатскую тайну. В принципе, адвокаты на профессиональной основе оказывают юридическую помощь клиентам в целях осуществления прав и законных интересов. То есть это профессионалы. У нас есть ряд категорий по гражданским делам, по консультированию, когда к нам приходят граждане, и мы осуществляем такое консультирование бесплатно за счет средств коллегии. У нас постоянно есть дни так называемого бесплатного консультирования для каждой категории. То есть вы можете к нам приходить, это освещается в СМИ. В такие дни, принося с собой какие-то документы, подтверждающие, допустим, материальное положение, если консультирование идет для малоимущих граждан, либо документы, подтверждающие, что у вас многодетная семья, и мы такое консультирование оказываем. Оказывается, оно качественно, в полном объеме. Мы закончим сейчас наше интервью. Наверное, самое интересное, на мой взгляд, вопросом. Почему никогда не следует торопиться с признанием вины, и о чем нельзя говорить на допросе? Так, ну, интересный вопрос. Вопрос такой неоднозначный. Никогда нельзя признавать себя виновным, если вы не совершали преступление. Нельзя себя оговаривать, поскольку последствия того, что вы себя оговорите, исправить очень-очень сложно. Что касается дачи показаний. В любом случае, если вы избираете определенную позицию в ходе предварительного расследования, либо для суда, эта позиция должна быть хорошо обдумана, все должно быть взвешено. То есть все плюсы, все минусы. Нужно всегда уметь последовательно все рассказать. Не стоит пояснять и отвечать на те вопросы, которые вам не задают. То есть вот есть ситуация, по которой вас допрашивают, опрашивают, берут объяснение в качестве свидетеля, в любом другом качестве. Только то, что вас спрашивают, наверное, этим стоит всегда ограничиться. Поскольку другие какие-то моменты вы не продумали, можете давать какие-то спутанные объяснения, что, может быть, последствия неправильно поняты. Если вас знакомят с какими-то документами, не следует говорить, что вы отказываетесь от подписания этих документов. То есть вот вы просмотрели документы, ознакомились. Если что-то вызывает сомнение, вы с этим документом не согласны, практически во всех случаях можно написать, что ознакомлен, но не согласен. Это даст вам возможность в дальнейшем либо обжаловать этот документ, либо дать какие-то дополнительные пояснения. Поэтому просто действуйте обдуманно, спокойно, при необходимости обращайтесь за юридической помощью. Спасибо за разговор, еще раз успехов вам. Спасибо большое. Зимняя погода вместе с живописными пейзажами принесла серьезную опасность. Она подстерегает буквально повсюду, речь не только про участившиеся аварии. Здесь же скользкие тропинки, тонкий лед, несанкционированные горки, снежные глыбы и свисающие сосульки. Чек-лист советов составила Карина Гуревич. Первый снежок приносит праздничное настроение и повод обновить Инстаграм. Вместе с тем добавляет опасных ситуаций. Дорога превращается в настоящий каток. Сообщения об авариях поступают чуть ли не ежедневно. Одним удается отделаться царапинами на авто, другим везет меньше. Машина на металлолом, сами в травмпункт. А порой и вовсе ДТП заканчиваются смертельным исходом. Недостаточно подготовить к эксплуатации в зимних условиях только автомобиль. Следует и самим перестраиваться на зимний стиль вождения. Выбирайте безопасную скорость. Увеличивайте интервал и дистанцию между транспортными средствами. Откажитесь от рискованных маневров и избегайте резких торможений. Пешеходам тоже не стоит расслабляться ни на дороге, ни на тротуаре. Только с 21 ноября в стране зарегистрировано почти 3000 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Чаще всего серьезными последствиями падения заканчиваются для пожилых. Особенно осторожными следует быть на остановках общественного транспорта, ступеньках подъездов и подземных переходов. Специалисты советуют по возможности выходить на улицу днем, когда потает лед. Обувь должна соответствовать. Должна быть зимняя обувь, и она не должна скользить ни в коем случае. Поэтому всякие пластмассовые подошвы очень не подходят. Они на морозе становятся жесткими и крайне скользкими. На сегодняшний день дороже выпустили так называемые гаджеты противоскольжения, которые можно прицеплять просто на обувь. Особую опасность таит мороз. Принято считать, что переохлаждение – результат экстремальных условий. Однако оно может наступить даже при температуре выше нуля. Факторов множество – повышенная влажность воздуха, ветер, промокшая одежда и обувь. Если при отогревании часть тела текла или утратила чувствительность, необходимо обратиться к врачу. Первое правило зимней прогулки – одеваться по сезону. Спрячьте уши и руки. Захватите с собой согревающий напиток. Отлично подойдет сладкий чай с медом или лимоном. А вот алкоголь в такую погоду только навредит. Угроза, к сожалению, не только под ногами, но и над головой. Пугающие сосульки, как бы ни боролись с ними, коммунальные службы виднеются через дом. И каждый день становится все больше. Первое и самое важное правило – не ходить под карнизами. Другая опасность – снежные шапки на крышах. Под собственной тяжестью они скатываются вниз, повреждают автомобили, а порой и травмируют людей. Куда хуже, если не выдержит кровля. Ее обрушение может привести к серьезным последствиям. В случае, если непредвиденно будут сходить наледь и снежные покровы, то необходимо прижиматься, наоборот, к стене. Опасности могут также присутствовать и на детских площадках. У нас различные роды площадки, где также имеются какие-то крыши, какие-то навесы. С наступлением холодов увеличивается и количество пожаров. Главная причина – неправильная эксплуатация печей. Подготовить дом к зиме – важный элемент безопасности. Самая частая проблема – перекаливание. Также необходимо своевременно очищать дымоходы от золы, не реже одного раза в три месяца. Извещатель в случае ЧП может спасти жизнь. Спасатель напоминает о важных правилах, которые нужно соблюдать при эксплуатации печного отопления. Это не перекаливать печь, не использовать легко воспламеняющиеся жидкости, не доверять растопку печей детям, ну и, конечно же, использовать исправную печь без трещин и при наличии притопочного листа у печи. Не стоит забывать о зимней рыбалке. Хобби может обернуться бедой. Смельчаки отправились проверять покрытие на прочность. В стране уже есть несчастные случаи. В Держинском районе в конце ноября утонули три человека. На месте обнаружили лишь снасти, а в полыне – торчащий сапог. Категорически запрещено выходить на лед, пока его толщина не достигнет минимум 7 сантиметров. Всего 20 минут в ледяной воде могут закончиться потери сознания. Спасательные станции по-прежнему работают в своем штатном режиме. Ну, может быть, в ночное только время там уменьшен слегка штат дежурной смены. А вообще-то в дневное время находятся водолазы, мотористы, медики – все на своих местах. Постоянно проводится осмотр. Скоро начнутся рейдовые мероприятия. Уже не первый год в топе зимних развлечений тюбинги, но с подъемом популярности растет и количество обращений с ушибами и даже сотрясение мозга. Чаще всего серьезные травмы дети получают на необорудованных для катания горках. Особенно опасно кататься в темноте. Инвентарь может разогнаться до 90 км в час, вылететь на дорогу или врезаться в дерево. Малыши до 5 лет должны сидеть в плюшке с кем-то из родителей. Это единственный случай, когда в нем можно находиться вдвоем. Скорость большую развивает? Да, побольше, чем на ледянке. А не переживаешь, что куда-нибудь врежешься, на дорогу вылетишь? Нет, они не так далеко катаются. Тебя сбивали? Да. И как, больно? Ну, так, средне. С этой горы абсолютно безопасно кататься, если не кататься в сторону столба. Здесь кататься безопасно, и с ребенком ничего не может случиться в тюбинге. Он нос с него не может вывалиться. Мы хотели поехать, и нас толкают. Кто-то толкает, и мы поехали в столб прямо. У нас подруга моя ударилась головой, а я ногами. Она нехудобнее, потому что снег не мучается, дети не такие. Ну, просто, что здесь много столбов. Еще одна неприятность, о которой редко задумываются люди – зимняя хандра. Если первый снег несет радость, то затяжная серость, грусть и потерю работоспособности, что влияет на весь организм. Самый лучший способ поднять настроение – радовать себя мелочами. Тогда холодная пора станет поистине теплой. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. В ожидании юфлеемской звезды у православных начался рождественский пост. Верующие готовятся к одному из главных праздников – появлению на свет Сына Божьего. В это время отказываются от развлечений и чаще ходят на службу храм. Не употребляют пищу мяса, яйца и молочные продукты. В субботу и воскресенье разрешено есть рыбу и морепродукты. Он предполагает, конечно же, не только ограничение пищи. Прежде всего, заглянув в свою душу, заглянув в свои мысли, чувства свои, насколько они чисты или нет. И, приходя в храм на таинство покаяния, таинство причащения, читая священное писание, прежде всего, молитву совершая постоянную, мы могли бы себя очистить, чтобы достойно, духовно, прежде всего, встретить родившегося Бога младенца. В этот особый период очень важны духовные свершения, покаяние, молитва и добрые дела. Нужно бороться с гневом, осуждением, уложью и другими грехами. Прощать обиды и позаботиться о тех, кто нуждается в помощи. Продлиться пост 40 дней и закончиться в сочельник, когда на небе появится первая звезда. Сказка только начинается. По бруське полным ходом идет подготовка к Новому году. На площади Ленина уже залили каток, вскоре над ним появится звездное небо. Здесь же собирают главную елку. Высота праздничного символа больше 28 метров. Тем временем сотрудники ТАИМа, КПД и Белшины делают уникальные фигуры из металла и украшают территорию. Иллюминация зажжется 17 декабря. Однако уже сейчас кое-где горят светодиодные огни. Что придумали на этот раз, расскажет Ольга Васента. Экспериментальная группа ТАИМа уже несколько недель работает над новогодними чертежами. Здесь создают металлические фигуры, сияющие светодиодными огнями. Вскоре эти конструкции украсят площадь Ленина и территорию возле Дворца искусств. Остались последние штрихи. В голове картинку держать, представлять, что ты делаешь. И как это сделать. Когда распад лечь и не спиться, думать надо вот об этом. Может, как внук еще будет кому-то покажет, что вот дед делал. В этом году новогоднюю инсталляцию ТАИМа пополнят зодиакальные часы, кролики и логотип предприятия. Всего же установят больше 12 фигур. Сейчас электромонтеры вешают гирлянды. Разноцветные светлечки загорятся уже в середине декабря. На данный момент мы, можно сказать, на 90% уже готовы к запуску иллюминации. Совместными усилиями электроучастка, конструкторов, талантливых сварщиков мы добиваемся таких вот конструкций. И намерены дальше развиваться в этом направлении. И с каждым годом радуются больше и больше жителей нашего города. Металлические фигуры делают и на заводе КПД. Уже больше пяти лет здесь собирают конструкции как для себя, так и города. Совсем скоро у входа появится необычный фонтан и кролик. Символ следующего года сотрудники предприятия установят и на площади Ленина. Плюс гирлянды в виде снежинок украсят прилегающую территорию на Минской. В ближайшее время на бульваре Молодежном будет установлена светящаяся арка, которую мы изготовили своими силами. Мы надеемся, что наши изготовленные фигуры, которые установлены будут в городе Бобрусский, понравятся нашим жителям. И придадут им новогоднее настроение. Оставаться незамеченными точно не про Белушину. Готовятся к Новому году здесь с ноября. Уже установлены композиции из шаров, пирамид, кубов, снеговиков, Деда Мороза и, главное, живой елки. Только на ней 300 метров гирлянды и больше 250 шаров. Каждый год традиционно мы оказываем помощь администрации Первомайского района. И в этом году мы изготовили три каркаса ели, и они будут установлены на Дворце искусств. В Бобрусске готовится и к театрализованному шествию Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодний парад запланирован на 17 декабря. Маршрут – социалистическая Максима Горького. Колонна из нескольких десятков сказочных персонажей начнет движение в 16.00, а театр драмы и комедии завершит на площади Ленина. Сопровождать героев будет украшенная техника. Я приглашаю всех жителей города Бобрусска, всех гостей на праздничную новогоднюю елку. Новогодние чудеса на площадь имени Ленина. Все будет очень красиво, зажигательно, увлекательно для детей и жителей города Бобрусска. Торжественная церемония зажжения огней на главной елке начнется в 17.15. Высота праздничного символа больше 28 метров. Кстати, украшения в этом году будут новые. Здесь же каток 30 на 17 метров, а вскоре над ним засияет и звездное небо. Откроется и пункт проката коньков. Госэнергогазнадзор рекомендует жителям города Бобрусска при украшении новогодним и рождественским праздникам своих жилищ, дворов, балконов, окон, квартир, использовать гирлянды напряжением не выше 40 вольт. При использовании гирлянд напряжением 220 вольт применять устройство защитного отключения. На площади Ленина новая подсветка домов. Сейчас здесь устанавливают инсталляции. Бобрусск зажжется цветными огнями 120 гирлянд. В сквере напротив кинотеатра «Товарищ» снова появится звездное небо. Книговики у нас будут установлены в сквере Турдовой славы, сердца. На улице Советской тоже будет заменена вся подсветка. Будут красивые сердечки или капельки, как правильно назвать, и кометы будут висеть. Рядом с универмагом установлена новогодняя фотозона. Еще одна локация на площади Победы. Уютная атмосфера местных кафе теперь напоминает кадры из новогодних фильмов. Сказочно украшена территория и завода тракторных деталей и агрегатов. Новогодняя фоторамка, карета с оленями и светящиеся цифры 2023. Объемные фигуры появились и у входа красного пищевика. Эйфелева башня, сразу несколько арок, пять нарядных елок и главный продукт предприятия – зефир. Инсталляция выше двух метров. Уже сейчас вечером зажигаются сотни огоньков. Совсем скоро их станет в разы больше. Город превращается в настоящую сказку. В этом году бобручан ждут сюрпризы. А пока их готовят, можно создать новогоднее настроение самим, украсить дом, купить мандарины и смотреть рождественские фильмы. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Не пройти, не проехать. Пока Беларусь знатно морозит, Магадан утопает снегу. В российском регионе за два дня выпала месячная норма осадков. Город временно отрезан от большой земли. Паромные и авиасообщения отсутствуют. Это только часть последствий навалившегося циклона. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. В США онлайн-продажи в Черную пятницу собрали рекордные 9 миллиардов долларов. Основной вклад внесла электроника. Такие покупки увеличились в среднем на 221%. Среди популярных товаров также игрушки и тренажеры. Уставшие от инфляции покупатели набирали в свои корзины больше изделий. Объем заказов вырос на 12% по сравнению с предыдущим сезоном. Скончался бывший председатель КНР Дзянь Цзэминь. Ему было 96 лет. Причина смерти – лейкемия и функциональная недостаточность внутренних органов. Политик сыграл важную роль в налаживании отношений между Россией и Поднебесной. Итогом чего стало подписание договора о добрососедстве и дружбе. На посту Дзянь Цзэминь находился с 1993 по 2003 годы. Он также был одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества. Дальний Восток оказался во власти очередного снежного циклона. В Магадане за двое суток выпала почти месячная норма осадков. Ветер достигал 30 метров в секунду. Полностью была перекрыта федеральная трасса. Авиарейсы задерживали. Из заметенных дворов машины вытягивали спецтехникой и вручную выталкивали спасатели. Дороги, которые очищали, тут же заметало. Работало более 120 единиц техники. Школьникам из-за непогоды разрешили свободное посещение. По версии американского словаря, словом 2022-го стал термин «газлайтинг». Он означает психологические манипуляции, в результате которых жертва начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности. В последние годы еще и синоним лжи – мошенничество. В наш век дезинформации, фейковых новостей, теорий заговора, троллей в Твиттер интерес к этому понятию неимоверно вырос. Число запросов увеличилось на 1740%. В Будапеште рождественские елки зажигают с помощью велосипедов. Эта идея посетила главу одного из районов венгерской столицы. Так он решил снизить стоимость праздничного освещения. Экономия получается в 25 раз. Раньше тратили 62 тысячи долларов, теперь только 2,5. Вырученные деньги пойдут нуждающимся. Всего в городе 23 округа, и власти каждого сами решают, как им беречь электроэнергию. В центральной части снижают протяженность иллюминации, а достопримечательности освещают только 2 часа в сутки. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин